Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в форуме «Иннопром», который уже 13-й год проходит в Екатеринбурге, крупном индустриальном центре страны. Главную стратегическую сессию форума «Устойчивое производство. Стратегия обновления» открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех, без исключения, критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. Подчеркну, наше будущее за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причем она должна быть конкурентно способной, конечно, не только внутри страны, но и за рубежом. Что требует принципиально новых подходов и совершенно нового уровня взаимодействия науки, производства и государства. Поэтому правительство чуть более месяца назад утвердило концепцию технологического развития страны, которая даст мощный импульс реализации ключевых направлений, таких как станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, суда и авиастроение. Среди других сфер создание газовых турбин большой мощности, дизельных и поршневых двигателей, беспилотных воздушных судов, медицинских изделий, лекарств. Всего таких мегапроектов будет развернуто не менее десяти, с гарантированным финансированием на весь срок реализации. Их выполнение также поможет становлению всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих. Ну и, соответственно, обеспечит максимальную независимость и самодостаточность нашей промышленности в целом. Также в Екатеринбурге глава республики на полях промышленной выставки страны провел встречи с коллегами-губернаторами регионов, а также представителями крупных компаний и производств. По итогам был достигнут ряд договоренностей с целью дальнейшего развития промышленности в республике, эффективного использования существующих промышленных площадок в регионе. В рамках форума Рашид Тимрезов встретился с президентом, председателем Совета директоров компании акционерного общества группа «Синара» Михаилом Ходорковским. Карачаево-Черкесию группу «Синара» связывает давние партнерские отношения. Компания стала первым частным инвестором, построившим в Архизе первые объекты гостиничной и горно-лыжной инфраструктуры, которые успешно функционируют. Компания намерена и дальше участвовать в развитии туризма в Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что новый проект будет столь же качественно и эффективно реализован. Знаменитая интернациональная бригада «Пятнашка» во главе с командиром, героем ДНР Ахра Авицба побывала в Карачаево-Черкесии. С кем бойцы встречались и какие вопросы обсудили, расскажет Альбина Ламкова. Ахра Авицба и бойцы подразделения «Пятнашка» встретились с депутатом Народного собрания республики, президентом Международного объединения Лошаром Усоик-Зековым. Там же прошла встреча со старейшинами абадинского народа и абхазскими добровольцами. Затем гости возложили цветы к памятнику воинам-добровольцам, сложившим голову за свободу и независимость Абхазии. И делегация направилась на следующую встречу в аул Эльбурган. В каждом обращении к гостям выражали уважение и восхищение. Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» мужественными поступками и отважными решениями проявляют себя в бою, выполняя поставленные задачи. А полную ответственность за их решения несет командир Ахра Авицба. Его позывной Абхаз, он патриот России, умный и справедливый, отметили на мероприятии. За 9 лет усталости, скажу колоссальной, но одно, когда начинает внутри меня что-то брать вверх, как усталость или абхазская лень моя, я для себя внутри, своим внутренним голосом говорю, за отечество никогда не может человек устать. И второе дыхание открывается. Я знаю, почему я там нахожусь. И бойцы мои знают. На встрече рассказали, что на самом деле происходит в мире. Участники получили ответы на все интересующие вопросы, связанные со специальной военной операцией. Как обстоят дела на передовой. Меня братья с теплом встретили, поэтому огромное-огромное вам спасибо. И дай Бог, чтобы ваши надежды мы все оправдали. И чтобы мы приходили сюда с чувством выполненного долга. И приезжали к родным с таким воодушевлением, которым всегда мы уезжаем. Потому что то тепло, которое вы в прошлый раз привезли к нам в подразделения, предприниматели, которые отправили нам мед, малину, другие ребята, которые нам сыр отправляли, все это грело нам душу очень долгие-долгие дни. В этом году исполняется 100 лет отечественному альпинизму. И это особая дата для всех, кто любит горы. А Донбай считается колыбелью альпинизма. И именно там прошел первый горный донбайский фестиваль, на который съехались именитые альпинисты. И именно про таких легендарных личностей говорят, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Из Донбая специальный репортаж Аллы Динаевой. Поселок Донбай расположен в сердце прекрасных гор. И здесь есть маршруты различной категории сложности. На праздник, посвященный столетию отечественного альпинизма, съехались легенды этого вида спорта. Очень приятно, что мы вместе собрались в этом дорогом для нас и всего старшего поколения альпинистов месте Донбайе, говорили на мероприятии. Подумать только, сто лет назад. И сто лет назад все это начиналось здесь, в Донбайе, с приездом среди Фердинанта Лозовича Крофа, вместе с австрийскими альпинистами, которые бежали от фашизма, вот они создавали все это здесь, показывали, как и что у нас здесь нужно делать, так, чего учить. Ну, это условная дата, потому что альпинизм, даже отечественный, был еще раньше, как в Саре Батюшке, был в русском горном обществе. И он развивался месяц со всей страной, и никак от нее не мог оторваться. Значит, первый ведущий наш, можно сказать, линии альпинизма, Крыленко был расстрелян, был кулк личности Абалакова. Все только людей, как и во всей стране. А сейчас разбираемся, как на западе. У кого есть деньги, тот ходит в горы. И дай Бог, чтобы у вас у всех были деньги, было желание. А горы, они как стояли, так и стоят, и будут стоять. Так что успехов вам и дальнейших восхождениях. Знаменитый альпинист Николай Дмитриевич Черный, обладатель титула «Снежный барс». Руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты вершины Улхо-Дзе Среднюю. А еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на Ка-2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту на вторую по высоте вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Донбайе. Первый раз в Донбайе вы когда были? Первый раз в 1957 году. Вот на этом месте были покоши, сено косили. Была только белолакая, вы, может, видели, шикарный деревянный дом, но он, к сожалению, сгорел. А вот этого ничего не было, были покоши, стояли стога, все было хорошо. А расскажите, пожалуйста, вот альпинизм, когда он вас увлек, и что для вас значит альпинизм? Ну вот как раз в 1957 году я закончил первый курс Московского энергетического института. И однокашник говорит, слушай, путевки есть туристические. Тиберда-Донбай, 7 рублей стоимость путевки, билет стоил 20 рублей. И мы поехали. Мы, собственно, никаким альпинизмом не занимались, но обычная туристическая группа. Мальчики, девочки, все замечательно, природа, горы, и мне это очень понравилось. И по осени я записался в альпсекцию, и мы, такая была, она и сейчас есть. И вот с тех пор, значит, так к этим горам и прилип. Здесь вырос до первого разряда, поэтому я тут практически все прошел. Малый Донбай, вон, по четверке, по двойке. Главный Донбай, Южный Донбай, Южный Птиш, Главный Птиш, Пик и Невод, видно. Вот там узловой Аманауш, ну, Семенова и Сулахат по несколько раз. Я тут потом уже инструктором работаю в Алибеке. Все было в Алибеке. Сейчас, к сожалению, там лагеря нет, но место прекрасное. Главное, оно немножко в стороне, там так потише. Нет такого наплыва. Николай Дмитриевич, а скажите, вот вершина, какая ваша здесь любимая, если можно так выделить? Самая красивая, вот Пик и Невод, вот она. Но она несложная, это двойка. А так вот Траверс Донбай, это вот первая пятерка, которую я тут прошел. Ну, это категория сложности, вы понимаете. Там вторая, третья, пятая, четвертая. Донбай привлекательнее чем для альпинистов, скажите? Прекрасной природой. Город тут не самый сложный, но природа, дух замечательный. А, расскажите нам, пожалуйста, Николай Дмитриевич, вот какие вершины вы покоряли вообще? Да много, но, значит, грубо говоря так, если семь восхождений на восьмитысячник, дважды на Эверест, и где-то тридцать на семитысячник восхождений. Много чего ходил. Ну, я, значит, вот кончил институт, 17 лет отработал инженером. Потом был замдиректора международных лагерей на Памире в основном. Ну, и там вот, ну, пик коммунизма, я ходил восемь раз. Это работа. Альпинизм, это состояние души, что для вас альпинизм? Да все вместе. И состояние души, и работа потом стала заодно с хобби. Образ жизни, я бы так сказал. Вы поднимаетесь на вершину, а ощущения какие вот переполняют человека? Ой, это сложный вопрос, и на него нет ответа, значит. Смотря какая вершина, и что ты делаешь. Значит, если я захожу на сафружу с отделением новичков, это работа. Я пришел, пересчитал, все здоровы, никто не кашляет. Когда сами для души? А когда сам для души, ну, самые разные, значит. Есть вершина, на которую, вот на Эверест я зашел с четвертого раза. Вот тут уже чувство достигнутой цели, несомненно. Это не везло просто. Я просто пытаюсь понять, вот почему так затягивает альпинистов, и они... Наркомания. Наркомания. Еще один участник мероприятия – Владимир Шатаев, советский и российский альпинист. Автор книги «Категория трудности». Я посетил и совершил восхождение – это Семенов Баши, Солахат, Эрцок, Малый Дамбай, Птыш, Сафроджу, Зуб Сафроджу, Абанаус по маршруту шестой категории сложности. Ну и очень до сих пор памятно, когда я попал в землетрясение, которое было в 1963 году, почти 7 баллов. Горы практически тогда изменились полностью. Мы были на самом восхождении, на Дамбай-Ульген, по маршруту высшей категории сложности. Ну и удачно удалось, так сказать, пережить. Все горы тогда очень изменились. С какой вершины самый прекрасный пейзаж в Дамбай, на ваш взгляд? А по-моему, со всех вершин прекрасный. Горы смотрятся великолепно, не только сверху, но и снизу, если позволяет возможность до горизонта. Там видно зато с вершины. Восхождение на какие вершины вы еще совершали вообще на планете? О, это, если по странам говорить, где-то 35 стран, почти всех континентов, кроме Антарктиды, высшей точки. То есть Австралия, Африка, Европа, Азия, Южная Америка, Северная Америка, все высшие точки. Ну и Эверест тоже. В 1995 году я оказался вторым человеком в мире по возрасту в то время, зашедшим на Эверест. Мне было тогда 58 лет. Впечатления какие на вершине Эвереста? А там на вершине скорее быстрее спуститься. Там уже не думаешь о красотах. Тем более мы вышли поздно вечером, в 6 часов вечера. И повезло с погодой. И луна светила. Поэтому мы на 8300 спустились практически ночью. А вот альпинизм, это что? Это состояние души? Для вас это что? Да я вся жизнь. Ну сколько? Я уже с 22 года впервые попал в горы. И до сих пор, можно сказать, нахожусь в горах. Это более 60 лет. Это и здоровье, и все, что хотите. Ну мне сейчас 86 всего лет. Так что все впереди. В 80 лет я совершил восхождение на Эльбрус. Ну а остальные немножко поменьше, как говорится, вершины в дальнейшем. Ну здоровье все же не очень хорошее. Основатель проекта «Связки», председатель горной комиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества, один из организаторов фестиваля. Я хочу пожелать всем, кто ходит в горы, видеть в них не только разряды, не только цифры высот и значения категорий, а обращать внимание на совершенно потрясающую красоту, видеть в названиях, в топонимике, замечать нашу историю. Альпинизм – это горный вид спорта. Для людей, которые привыкли достигать не только горных вершин, но и жизненных, говорит доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Мне часто приходилось встречаться с альпинистами. Это были в основном ученые. В Москве я останавливался у одного из альпинистов, основателя Домбайского траверса, Макарова. У Макара Владимирович, я у него останавливался. Когда я приезжал, и мы говорили об альпинизме, этот человек оживал. Этот человек расцветал. У него горели глаза, и он показывал свои регалии, свои достижения. Он показывал фотографии 30-х годов, еще до военных времен покорения Домбая. Домбай, конечно, сейчас уже со временем он приобрел совершенно другой облик. Тогда это был музей на природе. Здесь были альпинистские, только альпинистские лагеря. Это Красная звезда, Солнечная долина и Алибек. Мы, будучи еще детьми, бегали сюда для того, чтобы скупаться в бассейнах. И альпинисты, несмотря на то, что там вывеска была посторонним, купаться запрещено. Они очень тепло нас встречали и всегда как бы содействовали тому, чтобы мы покупались и потом вернулись домой. Я помню имена таких альпинистов наших, местных ребят, Магомедова, Хаджи Мурада. Затем Навруза Хубиева, Акбаева, которые внесли свой определенный класс развития нашего регионального альпинизма. Это очень добрые ребята такие, но чувствуется, что это люди, а не особой закалки. Сто лет отечественному альпинизму – это великая дата, особенно для людей, которые любят и очень уважительно относятся к горам. И спускаемся вниз с покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай. В Карачаево-Черкесию из Саудовской Аравии вернулись жители, отправившиеся в Хадж. Прибывших встречали представители духовенства и правительства, а также родные и близкие. По поручению главы республики Рашида Тимрезова, все 350 паломников встретили традиционным праздничным угощением. Курмалек. Смотрите подробности. Хадж. Паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине. Он является одним из толпов в исламе и приурочен к празднику жертвоприношения Курмал-Байрам. Хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. 350 жителей Карачаева-Черкесии в этом году увидели святые места и выполнили обряд поклонения. У ворот соборной мечети в Черкесске вернувшихся встретили родные и близкие, а также председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев. В этой жизни вам надо будет помнить о том, что вы видели священные места. Вы видели то, что очень многие стремятся, не могут это увидеть. Аллаху Таала дал вам эту возможность, то, что вы увидели. Вот эти вот священные места. Хаба – это такое, когда впервые его видишь, из него исходит нур, из него исходит такая энергия, которая заставляет вас трястись, которая выводит от вас и слезы, и пот. Это такая сила есть у Хаба. Поэтому вы это все увидели, почувствовали, вернулись. И это вы должны уже всем об этом говорить, рассказывать, чтобы каждый стремился туда. Сегодня в нашем центральном мечете хвала Всевышнему. Мы все вместе сидим. И вот по поручению главы, как сказал Мухтий, мы делаем сим, дай Аллах, что те дуа, которые вы сделали, ваш Хадж Всевышний принял. Те дуа, которые вы просили за себя, за свой джамагат, за республику, дай Аллах, что Всевышний принял. По поручению главы республики Рашида Тимрезова, вернувшихся из Хаджа, встретили традиционными угощениями. Как рассказали на встрече, паломники совершили священные обряды без каких-либо происшествий и вернулись домой благополучно. Во время паломничества они молились о мире и согласии между людьми и странами. Это просто непередаваемо, то ощущение, которое мы получили, совершая Хадж. Тем более, с опытными руководителями в лице Казим Хаджи, Джетул Хаджи, они в полном объеме, все обряды, все традиции, положенные проведение Хаджа, нас провели. Если человек, как говорится, не зная знания, прошел бы это одно, а здесь мы в полном объеме получили вот такое удовольствие. Хаджа – это ощутить в полной мере жизнь мусульман, какой она должна быть в идеале, когда жизнь строится вокруг поклонения, вокруг своей религии. Что в Мекке, что в Медине, это было заметно, что уклад жизни людей, местных жителей, меканцев, мединицев, гостей, он напрямую был связан с мечетью, с намазом, с поклонением. И вот этот контраст очень сильно ощущается. Вернувшихся паломников теперь будут уважительно именовать Хаджи, которые усталые, но радостные и счастливые отправились к себе домой. Мрачентью заврасывал Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Все ночные бдения Сергея Рахманинова впервые прозвучало в Никольском соборе Черкеска. Это масштабное произведение русского композитора исполнил соборный хор Пятигорской епархии и Северокавказской государственной филармонии. Подробности у Али Баташева. Удивительное многоголосие, сочетающее традиции классического хорового пения и церковного богослужения. 60 голосов, создающих музыкальное полотно выдающегося произведения Сергея Рахманинова, среди которых священнослужители и миряне, представители соборного хора Пятигорской черкесской епархии и Северокавказской государственной филармонии под управлением дирижера Елизаветы Письменной. Все ночные бдения – это в первую очередь духовное произведение. И, конечно, что как ни храм сможет донести полностью смысл, духовный смысл до человека. И, конечно, храмовая атмосфера, она полностью нас соединяет с великолепной музыкой Рахманинова. И смысл текста звучит более подробно, более осознанно. И все просто происходит, можно сказать, по воле Божьей. Все ночные бдения – одна из вершин русской духовной музыки. Это хоровое произведение способно встать в один ряд с шедеврами Монтеверди, Пергалези и Баха, говорили перед началом выступления. Это по своему характеру вообще сложное очень произведение. И вот, к сожалению, почему многие спрашивают, почему они мало исполняются именно в храмах во время богослужения. Потому что они по своей структуре очень сложные. Их можно исполнить только хором очень пространным, когда, чтобы было много голосов, было очень хорошее, крепкое многоголосие. Сергей Рахманинов называл «Все ночные бдения» одним из лучших своих творений. Оно появилось как реакция композитора на события Первой мировой войны. Любимым фрагментом автор читал отрывок из пятого гимна, который исполняют басы. Со своей задачей артисты справились. На протяжении полутора часов зрители наслаждались великолепным исполнением произведения Сергея Рахманинова. Проект посвящен 150-летию русского композитора. Для тех, кто пропустил концерт в Черкесске, есть возможность сделать это в двух городах СКФО, говорят организаторы. Все ночные бдения в исполнении соборного хора Пятигорской Черкесской епархии и Северо-Кавказской государственной филармонии прозвучат 13 июля в Нальчике и 16 июля в Кисловодске. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия – гостеприимный горный край. В Москве на Чистопрудном бульваре открылась интерактивная фотовыставка. На экспозиции представлено более 30 работ. Желающие могут познакомиться с достопримечательностями нашей республики. О столичной выставке с кавказским колоритом расскажет Дарья Тендит. Сколько впечатляющих мест можно насчитать в Карачаево-Черкесии. Для этого не хватит пальцев на обеих руках. Сложно прочувствовать величие гор, мощь водопадов и очарование озер. Невозможно оценить их красоту, не побывав в этих местах. Красивейшие природные пейзажи – визитная карточка традиционных горнолыжных курортов Архиза и Дамбая. Они представляют широкие возможности для туризма, спорта и активного отдыха. Их можно посетить в любое время года. Я случайно проходил мимо вашей выставки. И некоторые фотки прямо захватывают дух. Появилось желание на мой следующий визит обязательно поехать туда на пару дней и насладиться пейзажами и природой. Завораживающая выставка, которая ознакомит жителей и гостей столицы с уникальными природными данными, колоритом, достопримечательностями. Многообразие и красота заповедных уголков нашего региона производят впечатление даже на тех, кто ни разу там не был. Организаторами выставки выступили постоянные представительства Карачаева-Черкесии со столичным департаментом культуры. Очень красивая республика. Я наблюдала, смотрела видеоролики и так далее. Домбай, Архыз. Хотела бы на горнолыжный курорт попасть. Надеюсь, когда-нибудь увижу всю красоту этой республики. Не знаю, очень аутентично. Мне нравятся наряды такие национальные, красивые. Ну, честному мнению, мне понравилось. Ну, на самом деле, я-то никогда не была, слышала мало. Но знаю, что там есть горнолыжный курорт. На специальных стендах размещены фотографии с QR-кодом, считав который, посетители выставки смогут узнать более подробную информацию о туристическом объекте, познакомиться с историей, интересными фактами, а также посмотреть местонахождение и точный адрес представленного объекта. Я только слышала, не посещала, но я прочитала про него, и мне интересно его посетить. Навела QR-код на камеру и прочла, что как раз здесь курорт снежный, где можно покататься на лыжах, сноутбордах и всё тому подобное. Очень заинтересовало это. Фотовыставки под открытым небом на центральных бульварах столицы уже стали традиционными и проводятся ежегодно. Экспозиция на Чистопрудном бульваре будет размещена до 28 июля, и посетить её сможет каждый желающий. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok